итак дорогие друзья доброе утро доброе утро мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона находимся мы в 11 18 главе 18 глава хай жизнь 18 на иврите это жизнь и подошли мы уже к одному отрывку который очень за последнее время был популярный популярный вообще в мире все о нем писали сегодня мы узнаем очень интересный отрывок хорошо значит всем доброе утро привет все кто смотрят нас прямом эфире велкам шалом ботертов значит все дюрди нивня рахель сицуашвили ирина рослик всем шалом дамир партнер нас пас наш постоянный постоянный слушатель ученик зритель да да мир привет из казахстана казахстане уже уже день яков шатадин директор портала ваикра платформы ваикра все все в сборе и мы продолжаем изучать 18 главу завтра кстати с божьей помощью будет урок будет урок из свата я сегодня еду в сват и значит будет скорее всего урок из свата сегодня у нас понедельник понедельник сегодня будет уже вечером шоу и цхака я отвечаю на вопросы по жизни в инстаграме в 1800 по киву по москве есть такая у меня передача шоу и цхака я там отвечаю на жизненные вопросы разные так что тоже можете приходить задавать может быть я ваш вопрос ваш вопрос отвечу или кому-то я отвечу на ваш вопрос у меня часто бывает когда есть вопрос находишь на него ответы ст и вопрос как бы думаешь 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 бах и приходит ответ на вопрос многие пользуются например есть такая практика в хабаде письма Рэбе, и это очень, я считаю, сильная практика, потому что Рэбе написал за жизнь более 10 тысяч ответов, конкретных ответов людям, которые хотят соблюдать заповеди и сталкиваются со сложностями в жизни. И он это был уникальный человек, который отвечал каждому, очень вот так вот прямо отвечал конкретно, он был прикреплен ко Всевышнему, и сейчас, если у человека есть какой-то вопрос, он молится, просит у Бога, просит Бога, что Бог ему дал ответ, ему важно получить ответ, то есть такая практика, что прям задают вопрос, как будто бы задают этот вопрос Рэбе, но по факту через письма Рэбе получают ответ от Бога, так я верю. Вот, и там просто очень четкие такие интересные ответы, но в любом случае читать письма Рэбе полезно, и мы их изучаем даже на платформе Ваикра, утром в 8 утра есть урок Йомтов Шафутинский, он проводит по письмам Рэбе этот урок, и очень-очень интересный, полезный урок. Хорошо, друзья, все, а мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Мишли. Царь Соломон шло в Амеллах 4 почти тысячи лет назад, он тоже к нам обратился к каждому из нас с пророчеством, Мишли это пророчество, он был пророк от Бога, как надо жить, что надо делать, он нам хотел, он сам сказал Мишли в первом главе, зачем я пишу эти притчи, ледат, хохмау мусар, леавин имрей бина, он сказал, я говорит эти слова, говорю, чтобы мы поняли божественную мудрость и мусар, и мусар это наставление, божественное наставление, как себя вести, леавин имрей бина, значит класс, поздравляю, да, жену, все, и вас, Дамир, отлично, значит, чтобы мы поняли слова имрей бина, это слова понимания, бина это причинно-следственные связи, логика, понять вещь из вещи, и это очень интересно, что весь этот материальный мир, он построен на причинно-следственных связях, и законы взаимодействия между событиями, между людьми, и так далее, то есть есть некие четкие законы, физики, понятные законы, понятные законы химии, математики, и понятные законы, что психология, есть, ну, человек же, он тоже очень автоматический, механистический, и вот сегодня царь Соломон, он нам открывает, открывает нам законы, законы здоровья, сегодня у нас будет два отрывка, в одном из них это один из главных законов психологии взаимоотношений мы изучим, а второй закон мы сегодня изучим, это один из главных законов, или можно сказать, главный закон здоровья, здоровья, сейчас мы узнаем, смотрите, значит, мы остановились на том, мы остановились на том, 12 отрывок был, это вообще жизненная такая была схема, некая жизненная схема, в котором было написано так, что перед тем, как сломается, перед сокрушением вознесется сердце человека, то есть мы изучили, что когда человек надувается, и у него слишком становится его я сильное, он начинает ломаться и сокрушаться от других таких же надутых я, и Бог его тоже чуть-чуть опускает на землю, потому что Бог в мире хозяин, и как только человек становится говорить, я в мире хозяин, Бог ему показывает, кто настоящий хозяин, и перед сокрушением возносится сердце человека, и вторая часть была отрывка, перед славой скромности смирения, Лифней Кавод Анова, перед почетом смирения смирения, да, скромности смирения, здесь интересно, я изучаю сейчас биографию Арнольда Шварценедера, очень интересный человек, который яркий пример мастера, человека, который своим трудом, вот именно своим трудом, он мастер в своем деле, стал один из самых великих людей в мире по влиянию, по мощности, и Шварценедер, когда он ехал первый раз на Мистер Вселенная, он был скромный, и он, значит, говорил себе, мне бы хотя бы пятое место занять, пятое хотя бы место занять, и он говорит, когда занял второе место, я, говорит, просто от счастья, я чуть с ума не сошел, то есть, я себе тогда сказал, нет, не надо, с этого момента я буду только ехать, побеждать, только буду первым, все, только настраиваясь на первое место, потом он полетел в Америку, настраивался на первое место, и занял второе, и он в этот момент, он говорит, все, я сокрушился, там был сокрушен, и как я мог, там, и все такое, то есть, мы видим, что даже в простых этих вещах, как культуризм, одним из векторов, который влияет на результат, является вот это вот, поднял сердце, скоро сломается, скромный, скоро вознесется, понятно? Это было в прошлый урок, кто хочет прошлый урок глубоко понять, значит, нужно повторять, повторение мать-учения. Теперь дальше, 13-й отрывок сегодня, это закон коммуникации, вот послушайте, очень важный закон, прям реально. Говорит нам царь Соломон, «Мышив давар бетерем ишма, и велет илло веклема». Значит, тот, кто «мышив давар» — это тот, кто отвечает, тот, кто говорит бетерем ишма перед тем, как выслушает, перед тем, как услышит. «И велет илло», «ивелет», как мы знаем, — это глупость, но глупость, основанная на сомнении. «И велет илло веклема» и позору. Значит, как это работает? Когда люди коммуницируют, каждый находится в своем мире вообще, вот каждый живет, вообще каждый живет в своей Санта-Барбаре, каждый живет в своем кино, и когда вы находитесь, вот мы друг с другом взаимодействуем, мы взаимодействуем вот так вот, очень, очень, как сказать, ну вот секундное взаимодействие. Вот представьте, два человека встречаются, например, на переговорах, или у них встреча какая-то, или даже два человека, которые живут вместе, они живут вместе, ну, как муж и жена, например, да? И вот они встречаются на разговор. В это время они взаимодействуют вот в реальности, это вот секунда, это их взаимодействие. У каждого из них внутри своя история размышления на эту тему. У каждого из них свои какие-то предположения, что будет дальше, свои цели, куда они вообще хотят двигать каждую ситуацию. У каждого из них несколько десятков лет опыта, в котором у них совершенно заложены слои разных ассоциаций. И у каждого из них разные в данный момент эмоциональное состояние, разное физическое состояние. То есть каждый находится абсолютно в другом мире, вообще в другом мире. И один другому говорит, знаете, есть известная история, когда жена мужу за столом говорит, говорит, передай мне соль. А он ей отдает соль и говорит, ты мне всю жизнь испортила. Это как оговорка по Фрейду, знаете, есть такая. Ну, шутка, это анекдот, что он в этот момент, он в этот момент вообще совершенно в другом мире находится. Теперь нам говорит царь Соломон. Царь Соломон нам говорит следующую вещь, интересно. Что тот, кто мыши вдовар, тот, кто отвечает другому, БТР и мышма, перед тем, как он поймет, услышит, вдумается, вникнет в ситуацию второго человека, и велит, и левый клемат. Первое, это и велит, это сомнение. То есть ты точно не попадешь, не угадаешь вообще, что он хотел. То есть, вот, например, один говорит, я хотел бы тебе сказать, да я знаю, сейчас я тебе все разрулю. Ничего ты не знаешь. Ты не понимаешь, что он хочет тебе сказать вообще, даже близко ты не понимаешь. И даже когда он скажет, если ты не задашь ему еще 10 вопросов уточняющих, ты тоже не поймешь то, что он хотел сказать. А иногда сам человек, который говорит, он в момент, когда он говорит, он сам не понимает, что он хочет сказать. То есть, очень важно, люди, которые хотят стать реальным мастером коммуникации, вот есть такая система коучинг, да, сейчас в психологии, коучи, они задают вопросы, есть 15 видов вопросов, только уточняющих, чтобы помочь человеку вытащить из себя все и как бы выложить то, что он думает о ситуации. То есть, 15 видов, разных видов, нюансов вопросов, чтобы с помощью этих вопросов человек вытащил из себя. Человек сам не понимает, что у него внутри в подсознании находится по разным вопросам. То есть, есть подсознание, человек не осознает. У него внутри есть куча разных ценностей, убеждений, правил, принципов, желаний. И он сам вот в таком вот внутри, в полном хаосе. Теперь, когда он что-то говорит, он говорит маленькую часть, это как вершина айсберга, а тот ему отвечает, я все понял, я сейчас разрулю, я сейчас тебе все объясню. Так говорит нам царь Соломон, 13-й отрывок. Мышив давар, тот, кто отвечает, именно мышив, возвращает давар, бетером и шма, перед тем, как он услышит и поймет, и велит и ло, то есть, это сафэк, точно понятно, что это сафэк, это сомнение, он не может точно понять, что было сказано. В эклема и позор, то есть, позор, говорит царь Соломон, что те люди, которые перебивают других, которые спешат отвечать, которые высказывают свои мнения с уверенностью, с такой, да, как есть известная история, когда папа один сыну говорит, сыно говорит, категоричность в речи это признак идиота, да, только идет, может быть, категорично на 100% утверждать, что он прав. Сын такой говорит, папа, ты уверен? Абсолютно точно, абсолютно точно. Но, то есть, все вещи, большинство вещей, да, если говорить точно теперь, большинство людей, вещей, которые мы произносим, они не очевидные, они не очевидные, они не стопроцентные, они основаны на мнениях, на предположениях, на каких-то, есть в Талмуде известная история, когда, когда в Торе написано, Бог сказал, кэхацот алайла, он говорит, как в полночь, как в полночь, я выведу вас из Едипта, там есть такая фраза, кэхацот, как в полночь. Талмуд говорит, секундочку, разве для Бога может быть, как в полночь? Что значит, как в полночь? Бог же знает, когда полночь. А, наверное, это Машер Абейну сказал, то есть, Бог же говорил с Моисеем, а Моисей сказал, кэхацот алайла, потому что Моисей не знал, когда полночь. Талмуд говорит, ну как мог Моисей не знать, когда полночь? Моисей пророк Бога, высший пророк, то есть, он знал все, он знал будущее, прошлое, То есть он с Богом был как единое целое, да? Как он мог не знать? Он тоже знал. Талмуд говорит, а зачем он сказал тогда, как Хацоталайла, как полночь? Он должен был сказать в полночь. Талмуд говорит, потому что, потому что, если бы он сказал в полночь, а египетские всякие жрецы там и так далее, и люди в народе Израиля, у них бы часы там сбились, они сказали, а значит, Машера Бейну не знают, когда полночь, он обманщик. Он обманщик, сказали бы они. Поэтому он, зная, что полночь, это для большинства людей, это очень, даже полночь, это понятие растяжимого. Одного часы на минуту вперед, у другого на минуту назад. Один считает, полночь надо взять ночь и разделить ее на 12 частей, и ровно посередине это будет половина ночи. А другой считает точно так же, только один считает от восхода солнца день начинается, а другой считает там и так далее. Поэтому Машера Бейну, учитывая, что никто точно не знает, кроме него, когда полночь, чтобы не сказали, что он обманщик, он сказал очень аккуратно, как в полночь. И тогда Талмуд дает нам принцип. Он говорит нам так. Приучи свой язык говорить, я не знаю. То есть, будь скромным, будь скромным. И говорит так. В большинстве случаев, чаще всего, мне кажется, слышал я от Ицхака, что он говорит, я не знаю, откуда он знает, но Ицхак говорит вот так. А если кто-то с вами категорично выступает, вы ему тоже задайте пару вопросов. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? А кто ему сказал? А он откуда знает? И вы видите, что большинство людей, они плавают. Они скажут, это все знают. Вы скажете, нет, вот вокруг сколько людей тоже не знают. И если вы вот этот один отрывок начнете использовать в своей коммуникации со своей стороны, мыши в довар, бетер и мышма, отвечающие перед тем, как услышат, это сомнение и позор ему. А второе, если кто-то вам категорично что-то утверждает, вы постараетесь его понять и начнете ему задавать вопросы, вы увидите, что все плавают. Все плавают. И мы плаваем, и они плавают, и все плавают. И все, кто рассказывают, что, там, я знаю, вот, Хопкинс знал. Что Хопкинс знал? Кто-то лично с Хопкинсом разговаривал. Что он знал? Он сидел вот так одним глазом моргал, и что-то он знал. Ничего Хопкинс не знал. А если он что-то и знал, так те, которым он одним глазом наморгал, они могли ошибиться. И никто конкретно от него ничего не слышал. Но рассуждать, то есть, как только начинаешь понимать, что люди живут в мире иллюзий, в этот момент ты сам становишься осторожным и очень вдумчиво относишься к словам других людей. Все, это мы разобрались в коммуникации. Это был в одном отрывке. Все книги по коммуникации, которые я изучал во психологии, в одном отрывке Шлома Меллака, суть, суть вообще понимания человека. И теперь следующий отрывок, 14-й, он нам дает ключи к здоровью, к оздоровлению. И впервые 4 тысячи лет назад, в 14-м отрывке 18-й главы, упоминается слово коронавирус. Только не вирус, просто корона. Значит, звучит 14-й отрывок так. Он на святом языке, на иврите, он звучит так. Руах-иш, дух человека, и халкель махалео. Он, и халкель, это калкала, это как экономика, то есть дух человека поддерживает, как бы поддерживает махалео, его болезнь. В ируах-ныка, ми исаэна. И дух, дух, нека это как декаон, как депрессия, дух такой приниженный, дух уныния. Кто его поднимет? Задает его вопрос. Значит, говорит нам царь Соломон, что болезни, болезни это вообще здоровье человека держится на его духе. Дух человека это его намерение и желание жить. То есть человек, у которого есть позитивное намерение, и он хочет жить, он такой позитивный, он, знаете, есть люди вот, как Ник Вучич, у него дух, да, то есть он человек великого духа, да, то есть он прям, все, хочу жениться, четверо детей, я, значит, там миллионер, два высших образования, четыре книги, то есть он все хочет, он хочет жить. Его, его дух без рук и без ног несет, поднимает его, да. То есть говорит царь Соломон, дух человека поднимает его из болезни. Когда человек хочет жить, то у него есть силы, он ищет возможности, он, то есть его дух поднимает его из болезни. Но если дух у человека сломался, то кто его, кто его понесет, говорит царь Соломон. Теперь вот этот же отрывок на, на языке арамейском. Эх, я не могу открыть, у меня на этом же телефоне, с которого я провожу. В общем, болезнь на арамейском языке, это корона, корона, коронео, вот так вот. И этот пасук на арамейском языке звучит так, что дух человека, он побеждает его корону, его болезни. То есть откуда у людей падает, вот ученые сейчас, они в шоке, да, почему? Я знаю одну семью конкретно, Хана Лернер, у нее в семье, живет семья, Раф Ханох, это мой учитель, у кого я учился, Хана Лернер, и у них там очень много детей и очень много людей в доме, постоянно это открытый дом, там на шабаты собираются по 30, по 40 человек. И Хана Лернер, ее один сын, они заболевают вдвоем, все остальные здоровы, все остальные здоровы. То есть если у человека есть сильный иммунитет, если у человека есть дух такой прям, он с сильным, сильным духом, да, то у него и болезни нету. Если у человека он уставший, он в депрессии, он волнуется, то это известно, это очень известная вещь, что иммунитет напрямую зависит от эмоционального состояния человека. И силы организма, его сопротивляемость болезням и так далее, это все психосоматика. То есть если у человека с психикой все хорошо, у него и тело хорошо работает. Если у него есть какие-то депрессии, мы учили много раз и в Мишле, и в Каэлите, что гнев, гнев, и в письме Рамбана своему сыну, он говорит, убери гнев из своего тела, и уйдут болезни из своего тела. Прямо конкретно, гнев, гнев, и раздражение, и негативное эмоциональное состояние, они вызывают у человека болезнь. Все, давайте еще раз повторим два отрывка. Эти они прям, я считаю, их надо запомнить, и повторять сегодня целый день, и в ближайшую неделю повторять, и сделать себе татуировки нельзя сделать, но надписи надо сделать везде. Первое. Мишив давар бетеры мишма, и велят елёвы клема. Значит, тот, кто отвечает перед тем, как услышит и поймет, это глупость и стыд. И второй отрывок. Руах, иш, ихалкель, маалеу. Дух человека, он выдерживает его болезнь. То есть, он как бы даст ему возможность выздороветь. В руах, ника, и дух, который уныние, миесэйна. Кто тогда понесет человека, кто тогда поможет ему выздороветь? Понятно, да? Поэтому давайте эти два отрывка очень повторять. Будем веселыми, радостными, сильными духом. Мне очень понравилось определение. Вчера, в субботу, я, по-моему, читал одну книгу. И там было такое определение. Кто так определил, как хаббатник. А он не хаббатник сам. Но он говорит, хаббат – это самое оптимистичное. То есть, хаббатники излучают оптимизм и уверенность. Вот это то, что было качество Рэба. Он был оптимист. Вот это Машех, мы вон Машех нау. Все, что ты давай делай и так далее. Это очень важно в себя пробудить в себе вот этот оптимизм, вот эту силу духа, вот эту вот радость. И тогда будет все. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Все, счастливо. Значит, напишите свои три вывода и поделитесь своими выводами и уроком со своими друзьями, знакомыми. Пускай они тоже станут мастерами коммуникации, учениками Шлома Амеллаха, царя Соломона и мастерами здорового образа жизни. Все. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok